В Алматинской области зарегистрирован случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт Минздрава и руководство управления здравоохранения. Инфицированным оказался житель города Каскелен Карасайского района. Мужчина 1986 года. Он прилетел из Турции в Бишке, как потом на автомобиле приехал в город Каскелен Алматинской области. На данный момент он госпитализирован. Состояние здоровья удовлетворительное, говорят ответственные лица. Данный пациент находится в инфекционном отделении Карасайского района Алматинской области. Обратился он 20 марта в 10 часов 45 в медицинское учреждение. И в 11.30 он уже был изолирован, госпитализирован в инфекционном отделении. За этот период, который он пересек, он уже был в контакте с 11 людьми. Все они на данный момент, все их данные у нас уже есть, находятся в провизорном отделении под наблюдением. На сегодня по стране диагноз коронавирус подтвердился у 53 человек. В связи со сложившейся ситуацией, руководством области принято решение о создании санитарных постов. 14 из них будут установлены при въезде в область и 4 непосредственно в самом Талдыкургане. На данных объектах круглосуточно будут дежурить сотрудники СЭС с тепловизорами, наряд полиции и сотрудники управления ветеринарией. Также все выезжающие будут заполнять специальную анкету. В южных регионах Алматинской области на территории Ильинского, Талгарского и Карасайского районов будут выставлены 14 блокпостов для питосанитарной обработки транспортного средства, которые выезжают на территорию области. Кроме этого, по периметру города Талхуран во всех четырех вездах, это южный, северный, западный, восточных направлениях будут выставлены блокпосты. Это не говорит о том, что город будет закрыт. Это примитивные меры против распространения коронавируса. Министр информации и общественного развития Республики Казахстан Даурин Абаев объявил о запуске сайта, который будет предоставлять быструю и проверенную информацию о коронавирусной инфекции. На сайте будет собрана вся актуальная информация по новому вирусу, а также правила поведения при карантине и режиме ЧП, принимаемых государством в мерах по борьбе с коронавирусом, опровержение распространяющейся в сети фейковой информации и другое. На сайте собрали полезную информацию о профилактике заболевания, симптомах, правилах поведения при выявлении симптомов в формате инфографик, картинок, которые можно скачать для последующего распространения. На сегодняшний день вопрос оперативного, а самое главное достоверного информирования граждан о ситуации с коронавирусом является одним из важнейших. Вынужден признать, что в некоторых моментах коммуникации с обществом еще недостаточно эффективны. Немало проблем доставляет распространение фейковой информации, особенно посредством мессенджеров. В этой связи хотел бы объявить о запуске сайта www.coronavirus2020.kz. Контроль и дезинфекция. В Алматинской области никто не остается в стороне от общего дела. Режим повышенной готовности введен в Текили и Эскельдинском районе. Какие меры и средства применяются для соблюдения защиты, узнаем из следующего сюжета. 12 остановочных комплексов, 8 детских площадок, 2 парковые зоны стали одними из первых объектов санитарной обработки поселка Корабулак из Эскельдинского района. Насыщенным раствором гипохлорита натрия рашаются места массового скопления людей. Рынки, дворовые площадки, отделения цона и коспочты района. В ход идут и другие усиленные меры для предотвращения вирусных инфекций. На основании постановления Акима области Аманда Калаши-Баталова мы разработали свой. И в соответствии с решениями данного постановления проводим следующие виды работы. В первую очередь уже на сегодняшний день с 16 марта по 5 апреля все школы у нас закрыты, учащиеся находятся на каникулах. Обработка дезинфекционными материалами места скопления людей. В Корабулаке также усилены меры по санитарной обработке общественного транспорта. Чтобы снизить риск подхватить инфекцию, салоны маршрутных автобусов поселкового автопарка дезинфицируются раствором хлорамина. Обработке подвергаются дверные ручки, сидения, поручни и другие контактные места. Такую работу проводят сами водители маршрутов на конечных остановках. Наше руководство привозит препараты все. Мы это все, раствор готовый делаем и протираем. Каждый рейс, конечно, приходим, обрабатываем, подметаем и обрабатываем. Потом едем в рейс. Подобные меры профилактики разработаны и применяются на практике и в городе Текили. Здесь отделом пассажирского автотранспорта и автомобильных дорог на базе городской ветстанции организованы масштабные санитарные мероприятия. Специально оборудованная автотехника производит дезинфекцию препаратом Абактерилхлор в местах наибольшего скопления людей. Парки, набережная, остановочные комплексы, рынок, пешеходные зоны. Основную обработку мы будем проводить после шести, то есть, чтобы не было меньше народа. Будет проводиться два раза, то есть, ранним утром будет проводиться и поздним вечером. Проводится обработка препаратами хлора, трехпроцентный раствор. Он является нетоксичным для окружающих людей, так как хлор сам опасен только как газ в закрытых помещениях, а на бактерии он влияет положительно. Руководство рынка Текили еще в начале года заключило договор с городской ветстанцией по санитарной обработке территории базара. В особенности с той его частью, где реализуются продовольственные товары. Теперь, когда в стране действует режим чрезвычайного положения, дезинфекция торговых площадей спецбригадами проходит в усиленном режиме – в утренние и вечерние часы. Повсюду прикреплены санитайзеры – антибактериальные гели для дезинфекции рук. Профилактические санитарные мероприятия поддерживают и сами продавцы. Они в течение дня регулярно обрабатывают свои рабочие места обеззараживающим раствором. Наш рынок надежно защищен, я так думаю, от всех этих негативных влияний извне. Раз рынок защищен, значит и население наше более уверенно, более как-то себя чувствует, приходит, с уверенностью берут соответствующие нужные товары каждому. Такого ажиотажа у нас сильно не наблюдаем. Усиленные санитарно-профилактические мероприятия ведутся и в продовольственных магазинах. Выкладка товаров и их реализация осуществляется продавцами в медицинских масках и перчатках. Режим работы торговых точек моногорода ограничен с 10 и 18 часами. При этом контролируется властями. Комплекс мер направлен на минимизацию рисков распространения коронавируса. Евгения Присяжная, Седью Сибек, Телеканал ЖТСУ. В этот нелегкий для страны период представители ведущей фракции провели благотворительную акцию. Нарутановцы Ильинского района совместно с волонтерами оказали материальную поддержку социально неблагополучным семьям сел Утиген-Батар, Чапай и Каццык. Всего охватили 120 семей. Совместными усилами они раздали нуждающимся продукты первой необходимости, овощи, фрукты, средства гигиены. С каждым индивидуально провели беседу о мерах безопасности в период чрезвычайного положения. Защита всего населения в руках у каждого. И пренебрегать профилактикой крайне опасно для всего общества, говорят организаторы. Пусть побережет Бог нас от опасностей. Спасибо неравнодушным людям за помощь. Я пенсионерка, живу одна, и мне так приятно знать, что общество небезразлично к тебе. Желаю нашему народу процветания. Мы своим поступком хотим призвать людей к добрым делам. Сейчас по всей стране меценаты, бизнесмены и другие неравнодушные люди активно проводят такие мероприятия. У меня на этом все. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok